Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня понедельник, 17 июля, московское время 16.00, а это означает, что мы начинаем наш регулярный вебинар по поводу главных событий, происходящих на мировых финансовых и других рыночных площадках. Обсуждение, что происходит, что будет происходить в ближайшее время и какие, собственно, перспективы. Моя фамилия Макаров, я работаю в компании ИнстаФорекс с аналитиком и преподавателем. И если вы хотите непосредственно в онлайн-режиме смотреть этот вебинар не в записи, а в прямом к перецэфире, то для этого вам нужно найти в интернете по поиску сайт компании ИнстаФорекс. На сайте компании ИнстаФорекс надо пройти, найти, опять же, по поиску можно это сделать, найти расписание вебинаров. И пройдя в расписание вебинаров, вы получите ссылку, пройдя по которой вы попадете вот на данный вебинар. Ну а сейчас, так сказать, мы начинаем. Итак, давайте мы откроем главный, собственно, индикатор вообще состояния, так сказать, мировых различных рынков. Это, естественно, собственно, это американский фондовый рынок. Вот, значит, сейчас я выберу то, что не нужно. Вот. Это мы смотрим дневной график индекса СНП-500. Что мы видим? Что он находится на каких-то долгосрочных максимумах. Я вам сразу могу сказать, что это, в общем, максимум года текущего. То есть, полугодие, так сказать, индекс СНП-500 закрывает на максимуме. Могу также сказать, что рост его с начала года составил немалые, так сказать, примерно там 13-14%. Вообще, американский рынок рос очень хорошо, лидировал индекс NASDAQ, и он вообще вырос за полугодие на 35%. Это, конечно, огромная цифра, потому что 35% индекс не растет, растет далеко не каждый год. И поэтому 35% за полугодие – это довольно большая цифра. И это наводит на серьезное размышление о том, что вообще необходима была бы коррекция. Потому что, ну, собственно, нельзя расти бесконечно. Тем более, что, в общем, на самом деле, общие экономические условия, они не очень соответствуют, на самом деле, такому совершенно сумасшедшему росту. Может быть, росту и соответствует, с точки зрения чьей... Но 35% за полугода – это, конечно, очень выгодно. Что я имею в виду под экономическим состоянием? Процентные ставки на максимуме очень долгосрочном. Собственно, таких высоких процентных ставок по Федеральному резерву... Извините. Американский рынок и американская экономика не видели, пожалуй, что с конца 90-х годов, пожалуй, да, вот они не видели. То есть примерно 20 лет точно таких ставок не было. А это было следствие высокой инфляции. Инфляция, так сказать, снижается. Но она и сейчас довольно высока. И поэтому, так сказать, забегая вперед, скажут, что ФРС предполагает, что это где-то будет... Соответственно, на следующей неделе ФРС поднимет ставочку еще плюс 0,25%. Практически в этом никто не сомневается. Именно потому, что с инфляцией еще необходимо продолжать борьбу. Хотя ставки уже довольно высоки, инфляция снижается. То есть мы, в общем-то, наблюдаем на американском рынке такую волну, так сказать, безудержного оптимизма. Вот, допустим, месячный график, да. И мы видим, что, в принципе, вот если считать, значит, максимум исторический, который мы видим слева, так сказать, после него, так сказать, минимум, то рынок находится ближе, собственно, к максимуму. Вот такая вот текущая картинка. Ну, а что привело, так сказать, в частности на прошлой неделе к такому оптимизму? Вышло две новости. Первая новость – это индекс инфляции розничных цен CPI. И он вышел меньше прогнозов, меньше предыдущего значения. Рынок очень это позитивно воспринял. После этого индекс PPI на следующий день вышел индекс инфляции уже оптовых цен производственных. И там вообще получилось очень хорошо. То есть, общие, так сказать, оптовые цены очень резко затормозились. Вот это был один признак. А в пятницу еще, так сказать, оптимизм добавилось. Вышел индекс оптимизма потребителей от Мичиганского университета. И вот смотрите, допустим, он был прогноз 64, а он вышел целых 72. Причем, а год назад, ровно год назад он был 51. То есть, индекс оптимизма американских потребителей очень сильный. Но тут что стоит обратить внимание? Вот последняя свечка на дневном графике это уже, я так понимаю, сегодняшняя, сегодняшняя сцена. Да, вот если я как бы не ошибаюсь. Да, правильно, 17 июля. А вот предыдущая дневная свечка, она, видите, такая с небольшим снижением, такая очень скромная. Это как раз пятница. То есть, очень интересный момент, что оптимизм потребителей вышел очень хороший, то есть, для рынка хорошо, а рынок расти уже не может. Рынку явно нужна коррекция, потому что никакие крупные, так сказать, инвесторы при такой картинке покупать не будут. Нужно снижение хотя бы до, вот, хотя бы до 50-дневной средней. Это вот примерно сейчас 4,290, текущая котировка 4,500. Соответственно, от 290 до 500 – это 210. То есть, это больше 4%. То есть, больше 4% нужно снижение, и вот тогда уже можно будет покупать. Значит, что на этой неделе ожидает нас по американскому рынку? Собственно, особо важных новостей нет. Завтра выйдет ежемесячный отчет по розничным продажам. И вот если, например, он вдруг выйдет существенно слабее, то это может послужить хорошей, так сказать, основой для коррекции. Вышли отчеты, вот в конце недели, вышли отчеты крупнейших американских банков, в частности, GPM. Все отчеты вышли очень хорошие, но банковский сектор, он все равно присел. Вот такая, как бы, текущая ситуация. Ну, вот европейская валюта, евродолг. Мы видим вот этот, значит, спорт, который у нас начался, вот он начался 7 июля, да, 7 июля, и смотрите, цена прошла от 1.086 до 1.1230, то есть практически, ну, почти 400 пунктов, или там больше 3% подорожала европейская валюта. Многие, собственно, гадают, а в чем причина такого роста? Я могу сказать, что причина, я думаю, оптимизма та же самая, что на американском фонде «Умородки», хотя совершенно разные активы. То есть причина состоит в том, что, так сказать, крупные инвесторы, они надеются, что, возможно, американской экономике удастся избежать и жесткой посадки. Что это означает? Возможно, ФРС удастся таким образом провести регуляцию против инфляции, что рецессии, собственно, и не будет. То есть будет, например, там квартал, допустим, очень низкого роста, может быть, два квартала, но просадки не будет, и поэтому рынки как бы могут отстояться. Вот, и, собственно, европейская валюта, значит, тут ситуация какая, что если начнется настоящий кризис, да, по образцу, например, как это было в 2008-2009 году, то неизбежно начнется резкий отток в доллары. И многие, собственно, на это закладывались. То есть закупались американскими долларами как страховка на предстоящий, так сказать, кризис. Но если кризиса не будет, то можно, так сказать, в долларах так сильно и не вкладываться. И отсюда может быть вот таким образом рост европейской валюты. Но, как возможно, объяснить. Ну, а как я сказал, что неделя, это, в принципе, достаточно спокойная. Я ожидаю начала коррекции на американском рынке. Ну, а, собственно, мы ждем и смотрим. Ну, и главная новость, как я сказал, во вторник – это отчет о это самое, о розничных продажах за месяц. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать на сегодня. Спасибо большое и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok